Продолжение следует... Мы сказали, что будем рассматривать систему или решетку профилей одинаковых, значит, это сечение крыльев и так далее, которые расположены периодическим образом. L это вектор периода. Провели какой-то контур, опирающийся на тот же самый вектор L справа и слева. Мы сказали, что эти границы контура достаточно удалены настолько, что скорость можно считать на таком большом удалении однородной. Значит, здесь у нас была скорость V1, здесь скорость V2. Из-за того, что верхний и нижний границы контура являются периодическими, все интегралы по этим участкам контура будут равны нулю. Значит, в частности, циркуляция скорости вокруг крыла одного, это интеграл VdL. Если посмотреть вот на этот контур, то видно, что части этого интеграла вот такому контуру по верхней и нижней границе будут равны нулю, то есть в сумме останутся только две вот эти кусочка. И, следовательно, интеграл по контуру будет равен интегралу от V2 по вот этой границе, то есть V2L умножить на длину границы, минус V1L умножить на вот эту границу, минус, потому что здесь против вектора L. То есть V2 минус V2L минус V1L умножить на L. После чего мы подсчитали импульс, затекающий внутрь этого контура, и сказали, что если этот импульс, затекающий и вытекающий, не компенсируется, то единственное место, куда он может деваться, это создавать подъемную силу. И получили эту подъемную силу в следующем виде. Минус I, ρ, γ, V1 плюс V2 пополам. ρ это плотность, V1 и V2 это скорости. Значит, можно заметить, что в этой формуле нет векторов. Это по следующей причине, что мы ввели эффективную комплексную плоскость, так что действительная ось была нормальна к L, а мнимая ось была в направлении вектора L. То есть вот это комплексное число, можно считать, что это вектор, у которого действительная часть, вот действительная часть R это вот эта компонента вектора, а мнимая часть R это вертикальная компонента, ну вертикальная в смысле вдоль вектора L. Итак, значит, на самом деле у нас большая часть самолетов летает у них одно крыло, а не решетка. Поэтому было бы интересно перейти к пределу при L, стремящемся к бесконечности. То есть удалить эти самые крылья друг от друга и сказать, что на самом деле вот подъемная сила, действующая на одно крыло, в такой бесконечно удаленной решетке и просто в изолированной, это одно и то же. Давайте посмотрим, что у нас произойдет с числами, входящими в правую часть этого уравнения. Ну, плотность ρ так и останется, то есть это будет минус I, ρ, γ от бесконечности, значит, V1 плюс V2 пополам в бесконечности. Бесконечность означает, что L стремится к бесконечности. Посмотрим на выражение для γ. При L стремящемся к бесконечности, если вот эта разность становится, остается константой, то у нас циркуляция будет стремиться к бесконечности, нам такого не надо. Поэтому будем считать, что γ-бесконечности это просто циркуляция, которая меньше бесконечности, да? То есть, следовательно, по крайней мере, касательные компоненты скорости V здесь и здесь должны стремиться друг к другу. Ну, да? Следовательно, V2L стремится к V1L. Но, кроме того, из уравнения непрерывности у нас было еще одно уравнение, что V2N равняется V1N. Для того, чтобы сколько воздуха втекает, столько вытекает из этого контура, да? Ну, следовательно, V2 в целом стремится к V1. Когда L стремится к бесконечности. Следовательно, вот эта вся формула сводится к минус I, ργ умножить на V, где V это средняя скорость или скорость набегающего потока, что то же самое. То есть, для одиночного профиля формула выглядит еще проще. Минус I, ργ на V. Формула Жуковского. Так, значит, какие можно сделать выводы из этой формулы? Первое. Если циркуляция равна нулю, значит, и подъемной силы никакой нет. То есть, без циркуляции мы подъемную силу не получим. Значит, второй факт. Что неважно, какой профиль крыла, если вокруг него есть циркуляция, то получится подъемная сила. В частности, оказывается, можно летать на цилиндрическом крыле. Как бы, да? То есть, можно было бы сделать такое утверждение, что если мы знаем способ, как создавать вихрь вокруг крыла круглого сечения, ну, можно, значит, на таком крыле лететь. Да? Подъемная сила будет. Третье. Значит, вот что означает вот тут минус I? Это означает, значит, что вот ро и гамма — это действительные числа. А v — это комплексное число, r — это комплексное число. То есть, да? То есть, а тут минус I. Если я комплексное число умножаю на минус I, у меня действительно мнимая часть поменяется местами. Значит, с точки зрения вот этой вот науки, преобразования вектора в комплексное число и обратно, Это означает, что вот это минус E означает поворот на 90 градусов. Если V у нас направлено в какую-то сторону, то R направлено под 90 градусов. Ну, значит, нам важно, чтобы это была подъемная сила вверх, а не вниз. Ну, скажем, конечно, для автомобилей гоночных там важно, чтобы вниз, но для самолетов вверх. Значит, это зависит уже от знака гамма. Вот какого знака должно быть гамма, чтобы R было именно подъемной силой, а не прижимающей силой? Давайте поймем. Предположим, что V чисто действительное. Поскольку у нас L к бесконечности устремилась, мы его можем как угодно направить, хоть вертикально. Пусть V чисто действительное. Тогда минус E это направление, которое вниз. Если вот это V и гамма больше нуля, то R будет направлено вниз. При положительной циркуляции R направлено вниз. Значит, при отрицательной циркуляции R будет направлено вверх. Вот это вот в случае гамма меньше нуля. Вот здесь где-то крыло. Значит, что такое отрицательная циркуляция? Вот есть крыло, набегающий поток со скоростью V. Значит, циркуляция у нас считалась против часовой стрелки, да? Вычислялась отрицательная. Это означает, что вихрь в обратную сторону. Вот это вот гамма меньше нуля. То есть вихрь, который крутится по часовой стрелке. Значит, R направлено вверх в этом случае, когда гамма меньше нуля. И, значит, картина совпадает с тем, что вам рассказывали про подъемную силу в школе. Да, в школе вам рассказывали, что если у нас сверху над крылом скорость течения больше, то тогда здесь давление меньше по закону Бернули, и появляется подъемная сила. Ну, здесь давление больше, сверху меньше, ну и подъемная сила направлена вверх. И действительно все совпадает. Вот смотрите, к этой скорости добавляется вихревая. Сверху она добавляется, значит, результат больше. А снизу вычитается, потому что здесь скорость вихря навстречу получается меньше. То есть здравому смыслу тоже не противоречит. Итак, значит, вот мы выяснили, что можно лететь на чем угодно, если мы знаем, как создавать вихревое течение вокруг такого крыла. Однако, естественно, возникает вопрос. А мы действительно знаем, как его создавать? Почему-то все самолеты имеют какую-то совершенно определенную форму крыла. И, наверное, это как-то связано именно с этим способом создания циркуляции гамма. На этот счет имеется, значит, постулат. Значит, следующий, значит, пункт. Пункт Чаплыгина-Жуковского. Постулат касается крыльев с острым задним кончиком и гладким передним. Это вот сечение крыла. Не круглое, а вот совершенно конкретное вот такое. Значит, если мы попробуем нарисовать линии, как газ обтекает это крыло, то они будут выглядеть как-то вот так. Вот это вот набегающий поток. Здесь обязательно будет сепаратриса. Такая линия тока, которая утыкается в крыло. Ну, потому что ясно, что поток, который проходит над крылом, и проток, который под ним, они обязательно должны чем-то разделяться. Да, вот это вот как раз и есть сепаратриса. Ну и на сепаратрисе скорость вот в этой точке обращается в ноль. Сзади за крылом эти потоки снова соединяются. И где-то там есть сепаратриса. Значит, вот постулат Чаплыгина-Жуковского заключается в следующем, что в стационарном состоянии у крыла с острой задней кромкой сепаратриса отходит от этой самой задней кромки. То есть на острой задней кромке V равняется нулю. Значит, постулат Чаплыгина-Жуковского заключается в следующем, что если у нас имеется крыло с сечением таким, что у него острая задняя кромка, то тогда сепаратриса или линия стагнации должна отходить от этой самой задней кромки. На задней кромке скорость равна нулю для стационарного обтекания. Значит, это требование определяет как раз величину циркуляции. Потому что, смотрите, во-первых, оно разумно, а во-вторых, оно определяет величину именно циркуляции. Вот почему. Потому что, предположим, что мы как-то произвольно циркуляцию создали вокруг этого крыла, значит, и этого требования нет. Тогда картина вблизи этого заднего кончика, вот это вот, допустим, это сечение, а точка стагнации, например, вот здесь. Да, стагнация, значит, V равно нулю. Вот как тогда будет выглядеть обтекание? Значит, сверху линии тока будут идти вот так. А снизу вынуждены будут обходить эту острую заднюю кромку. Значит, для того, чтобы ее обойти, потребуется, чтобы скорость здесь, наоборот, обратилась в бесконечность. Чем ближе мы к... Что значит острый? Ну, значит, там вот под очень маленьким радиусом кривизны придется этим линиям тока проходить, да? Ясно, что это как-то выглядит нехорошо, да? Наверное, тут будет отрыв потока в такой конфигурации. Что значит отрыв потока? Это означает, что тут образуется вихарек, вот он вот так вот, закрученный, да? Который возьмет и улетит в бесконечность. То есть вот эти линии выпрямятся. Значит, эта точка стагнации отъедет. Сумма циркуляции вокруг крыла и вокруг вот этого вихарька останется по-прежнему той же самой по закону о сохранении циркуляции. но вокруг крыла по отдельности изменится. То есть суть заключается... То есть вот просто вот такая ситуация, она не будет стационарной. Из-за того, что воздух не любит обтекать острые кромки. Таким образом. Обязательно отсюда будут отрываться какие-то вихарьки. Ситуация не будет стационарной. И в результате отрыва этих вихарьков мы придем снова вот к такой ситуации. При этом важно еще, что передняя кромка как раз гладкая. Потому что сделать так, чтобы и вот эта точка, и вот эта точка, вот если у нас острые оба конца крыла острые, тогда получится, что стационарная ситуация может быть не при всех скоростях набегающего потока, а только при каком-то одном, при какой-то одной скорости. Ну и это, в общем, неинтересно. Потому что самолеты должны летать с разной скоростью, в том числе, так сказать, стартовать. Вот. Ну, поэтому вот здесь вот этот вот обтекающий вот эти линии тока, они тоже есть обязательно, да? Но если тут у нас гладенько, гладкий профиль без острых концов, то это не обязательно означает, что здесь будут отрываться какие-то вихри. Ну, прямо заранее можно сказать, что, значит, вот вы, наверное, слышали, что есть такое понятие, как срыв потока, да? То есть, если у нас самолет слишком сильно задирает нос, или вот это крыло становится слишком сильно перпендикулярно к потоку, пусть даже у него задняя острая кромка, а передняя, так, если вот в такое положение поставить, то, значит, точка стагнации смещается вот сюда куда-то на брюхо, ну, и все равно, значит, вот это вот, вот здесь могут отрываться вихри. как только отрыв вихрей начинается из передней кромки и из задней, они имеют противоположную, так сказать, завихренность, в результате у нас гамма перестает расти и, наоборот, уменьшается. то есть задирать профиль перпендикулярно, ну, под слишком большим углом невыгодно, потому что тогда перестает работать этот самый постулат, мы просто не получаем стационарных решений. Ну, вместо этого, значит, самолеты, которые хотят летать с очень маленькой скоростью, чтобы иметь на том же крыле большую подъемную силу, они, у них есть закрылки и предкрылки, да, то есть они модифицируют свой профиль немножко, опуская вниз заднюю часть и переднюю часть, для того, чтобы обтекание по-прежнему сохранялось, в том числе и при больших углах наклона. Так, ладно, это, значит, были общие слова, а теперь вам надо сосредоточиться и приготовиться к длительной математике, потому что одно дело слова, а совсем другое найти число. Чему же это самое гамма-то равно? И найдем мы, конечно, его на самом простом примере, который, тем не менее, довольно сложный. И пример этот называется, значит, задача обтекания тонкого крыла. Значит, вот картинка, которая нарисована чуть повыше, считаем, что толщина крыла много меньше, чем его длина. Да? Да. имеется профиль, набегающая с бесконечности скорость потока У, ну или самолет сам летит со скоростью У. При этом этот поток является безвихривым. Это означает, что ротор скорости В везде остается равным нулю. И поток дозвуковой, значит, дивергенция тоже равна нулю. Значит, для таких случаев у нас было два описания уже использовано. Одно описание для потока потенциального. Это описание выглядело таким образом. Давайте пусть В равняется У плюс градиент Фи. ну или градиент Фи равняется ВС-волной. ВС-волной это то возмущение в этом потоке, которое вносится крылом. Значит, потенциальный потенциальный течение. потенциальный потенциальный течение, который постоянен из градиента Фи для того, чтобы у меня Фи не содержало постоянного градиента константы какой-то. Тогда можно будет утверждать, что Фи стремится к нулю на бесконечности. если вот это ВС-волной это какое-то возмущение потока общего. Так, если потенциальное течение, значит, у него то это означает, что ротор В с волной равен нулю. То есть вот из этого требования следует, что течение потенциальное, ротор В равный нулю обеспечено автоматически, а второе требование, что дивергенция равна нулю, приводит к следствию лаплессиан Фи которая равняется дивергенции градиента Фи равняется нулю. Значит, это представление номер один. Представление скорости через потенциал скорости Фи. Представление номер два использовалось у нас для вихрей. сейчас напишем, что В равняется У плюс ротор ЕЗ на Пси. Значит, ЕЗ это вектор, который перпендикулярен на доске, а Пси это функция тока. При таком чисто вихревом представлении у нас автоматически выполнено требование дивергенции В равно нулю. Но должен быть еще и ротор скорости равен нулю. Из этого следует, если ротор ротора ЕЗ на Пси равен нулю, это означает, что Лаплессиан Пси равен нулю. Получили мы одинаковое уравнение для двух разных функций. Вот эта функция потенциал скорости, а эта функция скорости вихря, вихревая потоковая функция. Есть две функции, которые обладают свойством Лаплессиан, от них равен нулю. И как мы уже видели в предыдущей теории, развитой Жуковским, оказывается продуктивным использовать ТФКП. И возможно вы помните, что если действительная и мнимая часть какой-то комплексной функции обладают такими свойствами, что Лаплессиан от них равны нулю, то эта функция аналитическая. Есть такое свойство. Давайте введем функцию W, которая равняется Фи плюс ИПСи. Значит, из того, что Лаплесси равен нулю, Лаплесси равен нулю, следовательно, W аналитическая. плоскости Z, который обозначен как X плюс Y. Y. Ну, то есть X это вот у нас горизонтальный, Y вертикальный. И вот такая вот вещь получается. То есть смотрите, вместо того, чтобы решать вот эти вот уравнения Лаплесса для Фи с заданными граничными условиями на поверхности этого крыла, то мы тем самым найдем решение задачи. Мы найдем полностью все обтекание и следовательную циркуляцию. Но нам трудновато решать задачу Лапласа. Поэтому вместо этого мы заменяем требования так сказать, чтобы Лапласианы занулились требованием аналитичности. То есть если мы найдем такую аналитическую функцию W в плоскости Z X плюс Y которая удовлетворит граничным условиям на поверхности крыла, то этого будет достаточно. Понятно? То есть потому что для аналитической функции автоматически это выполнено, а следовательно мы нашли задачу обтекания. А если мы нашли W, то мы нашли EFI и PSI. Правильно? То есть мы скорости все знаем, следовательно можем найти циркуляцию. Вот такая логика. То есть вместо того, чтобы решать задачу Лапласа, будем искать аналитическую функцию, которая удовлетворяет граничным условиям. еще дополнительные замечания сделаем. Первое замечание. Каким образом искомая циркуляция, которую нам собственно надо найти, связана с этой самой W? А вот как. Первое. Заметим, что W' которое можно определить как DW по DZ. Берем приращение аргумента на Epsilon для Пси. Значит, получается Dφ по DX плюс И Dψ по DX. Значит, теперь попробуем связать вот это W' с компонентами скорости VX. А вот почему. Потому что когда мы берем по определению производной мы должны взять приращение знаменательное взять ΔW поделить на ΔZ и взять предел при Z стремящемся к нулю. Правильно? Значит, если функция у нас аналитическая, она аналитическая, то все равно по какому направлению мы будем брать. Значит, все получится одно и то же. Так, ну, одним словом, вот это вот, что значит Z стремится к нулю? Значит, Epsilon стремится к нулю. Так, значит, теперь я собирался связать. Ну, поразмышляйте самостоятельно, хорошо? DWPDZ должна быть комплексная функция? Так, она должна быть однозначная? В таком случае я могу вот этот самый ΔZ взять в любом направлении. Так, значит, что такое dφ по dx и dψ по dx? Оказывается, это компоненты скорости. Значит, dφ по dx это, очевидно, x-товая компонента скорости, потому что v равняется градиент φ, правильно? то есть вот это это v с волной x-товая. Значит, теперь вот это используем, чтобы понять, что такое dψ по dx. Значит, ротор это вот что такое, это e-x e-y e-z dpdx dpdy dpdz а здесь имеется только одна компонента ψ. Правильно? Это вот ротор. Значит, dψ по dx соответствует вот этой вот направлению e-y причем со знаком минус, да? То есть вот это dpc pdx это минус v-y с волной. То есть это v-x с волной минус i v-y с волной. Так. Значит, гамма. Оказывается, она равна w' pdz по запятому контуру. Значит, почему? Давайте подставим и посмотрим. Значит, это v-x с волной минус i v-y с волной на dx плюс и dy. значит, интеграл v-x dx плюс v-y dy это действительная часть от того, что тут получается при раскрытии скобок. и мнимая часть, которая выглядит таким образом. Плюс i интеграл значит, v-x dy минус v-y dx. так, вот это в точности и есть γ, правильно? vdl. А вот это интеграл по контуру от нормальной компоненты v. Он равен нулю, потому что жидкость несжимаемая. Видите, тут dy dl, но это все равно, что v вектор умножить на dl z-овая компонента, да? Вот, эта вещь равна нулю, потому что жидкость несжимаема. Таким образом мы доказали, что γ равен w' dz по по замкнутому контуру. И последнее подготовительное действие, это нам хочется, нам, точнее, мне хочется записать граничные условия. Как граничные условия связаны с w, f, c и так далее. значит, нам надо рассмотреть обтекание тонкого крыла, поэтому будем считать, что это крыло задано какой-то функцией кси от x в диапазоне от нуля до а. крыла. То есть вот это вот форма крыла такая, да. Причем наклон этого крыла мал. Значит, наклон это кси штрих по модулю много меньше единицы. Значит, как я уже говорил, если у нас тонкое крыло, значит, у него по необходимости довольно острая передняя кромка и большую углу наклона мы сделать не можем, там все равно ничего не полетит. Поэтому имеет смысл только рассматривать маленькие наклоны. Вот. Если у нас маленький наклон, а набегает скорость u, то мы должны написать граничные условия в виде v нормальная на границе равняется нулю. То есть на границе крыла нормальная компонента скорости равна нулю, иначе получится, что газ протекает сквозь крыло. Правильно? То есть вот это и есть граничные условия. Само v вот оно у нас имеет два представления. Причем вот это u это большая скорость набегающего потока, а вот это и вот это это какие-то небольшие поправки. Значит, для того, чтобы найти vn, я сперва должен найти вектор нормали. Значит, вектор нормали имеет большую y-ковую компоненту, которую мы возьмем за единицу, и маленькую x-товую компоненту, которая примерно равна минус кси-штрих. Значит, этот вектор нормали, он имеет не единичную длину, но из-за того, что кси-штрих маленькая, мы можем этим обстоятельствам пренебречь. Теперь берем v и умножаем на вот этот вектор нормали. получим значит, умножить на n скалярно равняется минус кси-штрих u, это я x-товую, u вдоль x у меня, плюс v y с волной должно равняться нулю. Поскольку эти величины маленькие, отклонения тут все тоже маленькие, можно считать, что гамма это все равно, что y равно нулю. Таким образом получаем граничные условия в виде v y с волной точки y равной нулю. Там, где есть крыло, то есть при x меньше а, но больше нуля, это вот, собственно, граница крыла, v y должен равняться просто кси-штрих u. Итак, значит, вот у нас есть вот это, вот это выражение для w-штрих и на этом перерыв. задача у нас теперь стоит следующим образом. Есть комплексная простость. x, y, где там действительно минимуме, дегитальное. Значит, вот здесь есть некоторые отрезы при y равном нулю от 0 до а. На этом отрезке задано v y, которая равняется dc по dx, да, или же она равняется минус мнимая часть w-штрих, да, вот на этом отрезке задано. И наша задача заключается в том, чтобы по этому заданному значению найти аналитическую функцию при всех z. Если мы ее найдем, замечательно, ответ получен, да, дальше мы по ней можем восстановить циркуляцию. Вот по тому закону гамма равняется w-штрих dz по контуру. Понятно, да? Значит, теперь конкретно попробуем решить эту задачу. для этого введем вспомогательные функции. Разложим, точнее говоря, w-штрих на две составляющие, w-штрих плюс и w-штрих минус. Четную и нечетную компоненты. Поскольку у нас это комплексная функция, то, значит, четность и нечетность надо определенным образом задать. То есть определение w-штрих минус будет выглядеть так, как одна вторая, w-штрих от z, но, прошу прощения, от y, плюс w-штрих сопряженная от минус y. Значит, y-это вертикальная у нас ось, да, ну, или мнимая ось. w-штрих с плюсом будет одна вторая, w-штрих от y минус w-штрих комплексно сопряженная от минус с y. То есть плюс и минус тут местами поменены, но вы увидите почему. сначала, значит, если мы разбили вот этот w-штрих на две составляющие, для того, чтобы у нас w-штрих был аналитический, достаточно, чтобы обе эти компоненты были аналитическими функциями. Правильно? Вот. давайте сперва разберемся с w-штрих минус. Что про нее можно сказать? W-штрих минус на вот этой диапазоне, на этом отрезке от нуля до а, который у нас симулирует крыло, оказывается, обладает следующим свойством. Вот это, видите, минус мнимая часть w-штрих. Значит, здесь, если я возьму комплексность, и эта мнимая часть одинаковая, сверху и снизу от этого крыла, если я беру одинаковые мнимые части, то есть, комплексные числа с одинаковыми мнимыми частями и складываю само число плюс комплексно сопряженное, мнимые части полностью сокращаются. Правильно? Значит, вот эта функция обладает таким свойством, что мнимая часть тождественная равна нулю. То есть, мне надо найти аналитическую функцию, которая здесь просто равна нулю. Ну и давайте действовать самым простым способом. Скажем, что она вся равна нулю. То есть, вот такое вот решение, оно заведомо является аналитическим, удовлетворяет нашему граничному условию. поэтому можно считать, что значит, так оно и есть. Это является следствием на самом деле того, что мы взяли крыло тонким. Если вы возьмете книжку Ландау, соответствующую главу про обтекание крыла, то увидите, что там вот этого нет, потому что он рассматривает крыло толстое. Ну, то есть, конечной толщины. Соответственно, вот это вот есть следствие тонкого крыла. А вот почему. Смотрите, вот видите, у нас на верхней и нижней поверхности этого крыла ксиштрих был одно и то же. И это важно. Вот если ксиштрих, если у нас профиль верхней границы крыла и нижней границы крыла разной, тогда у нас вот это будет не ноль, а тут будет как раз эта самая разность. Игрек это же комплекс на каком-то абстрактном. Ну, нет, почему? Игрек это связано с геометрическим. Да, вот мнимая ось это Y, а действительная ось это X. Ну, если они одинаковые, то тогда разницы не будет. Но Гландау рассматривает разное. Значит, одинаковые не могут быть, потому что они тогда не будут совпадать. Вот здесь у них что будет? Будет тупой конец. Поэтому мы должны по меньшей мере сделать вот так вот, как-то, да, чтобы они сходились. Тогда значит, одинаковые не получится. Если мы хотим гладкую границу без изломов и, так сказать, тупых концов, то придется сделать разный профиль верхний и нижний и тогда вот этого нуля не получится, а будет более сложная задача. То есть я, собственно, не хочу рассматривать толстый крылок. Значит, кому интересно, пусть прочтет Ландау. там все с теми же обозначениями, но более сложно с поиском вот этого W'-. Так, итак, значит, замечательно, вот эту часть функции мы можем просто положить равной нулю, если крыло тонкое. а вот с W'- нам придется разбираться, потому что мнимая часть W'- будет равняться минус кси-штрих Q. Точно так же, как и для самого W'-. Но не везде, естественно, а только вот на этом отрезке. Таким образом, задача свелась к отысканию аналитической функции W'- плюс, которая имеет такое же граничное условие, как и W'-, но зато уже обладает дополнительным свойством симметрии, потому что вот видно каким, да? Значит, двинулись дальше. теперь уже все-таки придется нам применить более сложные там формулы TF-КП, в частности, интегрирование по контуру. И значит, воспользуемся формулой Каши. Если у нас задана аналитическая функция F от Z, то эту функцию F от Z можно представить в таком виде. Единица на 2Pi интеграл по контуру F от P на P минус Z DP. В каком случае? Если F от P аналитическая. Если она аналитическая, то тогда никаких вычетов, кроме вычета в точке P равная Z не предвидится. Тогда интеграл по контуру сводится к единственному вычету. 2Pi умножить на вычет, а вычет сам равен этому F от P в точке Z получится F от Z равно F от Z. Понятно, да? То есть это известная формула тождества, так сказать. Вопрос в том, как мы его будем использовать. А использовать мы его будем довольно хитро. мы не скажем, что F от Z это W штрих, а мы скажем, что F это W штрих умножить на вот такой хитрый корень из Z на Z минус A. Значит, этот хитрый корень, вот эта вот функция. Значит, она везде аналитична, но требует разреза как раз вот на этом промежутке на действительной оси от 0 до A. Тогда она становится однозначной, если мы такой разрез сделали. До того самого корня. Теперь смотрите еще, вот в чем хитрость, что в числителе Z, а в знаменателе Z минус A. Вот почему, например, не наоборот? Наоборот, тот же был бы разрез. А вот зачем? Значит, если мы потом будем искать из этого выражения W штрих, то получится, что W штрих равно F умножить на корень из Z минус A поделить на корень из Z. Это означает, что в точке Z равная A, вот в этой вот точке, задний острый конец крыла, который очень важен по постулату Чаплыгина, именно там скорость должна быть нулевой. Вот она такой нулевой и получится. То есть вот эта вот скорость W штрих. Значит, если F конечно на задней кромке крыла, то там она обратится в ноль, потому что тут вот Z минус A пойдет в числитель. Правильно? Вот. То есть этот корень не случайен. Ну и все. А дальше чистая, так сказать, арифметика. пишем пишем W штрих от Z. Так, вот здесь вот я забыл написать плюсик. Мы теперь для W штрих плюс решаемся. Будет равняться единица на 2 Pi и корень из Z минус A поделить на Z умножить на интеграл вот этот. Значит, здесь у нас P минус Z в числителе W штрих плюс от P и вот этот самый корень, где Z я должен заменить на P. Значит, P поделить на P минус A dP. понятно, да? Вопрос, как мы этот организуем контур, который должен охватывать точку Z. Вот здесь вот где-то находится точка Z и контур, по которому здесь интегрируется, должен эту точку Z охватывать. Значит, он как-то вот так вот проходит, но внутри него оказывается разрез, и это нехорошо. значит, формула Кашип тем не менее работала, значит, надо ее организовать вот таким образом, сделать вторую часть контура, то есть вот этот контур будет из двух частей, вот такой и вот такой. тогда внутри области, охватываемой этими двумя контурами, действительно никаких других особых точек нет, только точка Z, да, то есть вот этот вот значит, интеграл по C1 плюс интеграл по C2 это C1 C2 значит, контур C1 мы можем удалить на бесконечность, потому что там значит, по дороге к бесконечности ничего, никаких особых точек не предвидится, а следовательно считая, что возмущение скорости из-за крыла на бесконечности стремится к нулю, можно считать, что и этот самый интеграл тоже стремится к нулю, да, значит, интеграл по C1 значит, когда радиус стремится к бесконечности стремится к нулю, так как W' стремится к нулю, остается только интеграл по C2 ой, прошу прощения, Z-A на Z интеграл по C2 W' на P-Z корень из P на P-A ДП значит, этот контур мы на бесконечность удалили, а этот контур мы наоборот сожмем вот сюда, так, чтобы он охватывал наш разрез поплотнее, на интеграл от нуля до A W' W' значит, Y' плюс 0, то есть сверху, да, от разреза, на P так, прошу прощения, значит, вместо P я должен написать X плюс и 0 минус Z, правильно? Значит, здесь корень снова X плюс и 0 минус X плюс и 0 поделить на X плюс и 0 минус A. Это значит, я интегрирую от нуля до A, а потом интегрирую от A до нуля все то же самое, только снизу разреза. Поскольку я в обратную сторону интегрирую, я могу взять это значит с минусом написать в тот же самый интеграл добавить. Значит, W' минус и 0 на X минус и 0 минус Z корень из X минус и 0 на X минус и 0 минус A D X значит на этом разрезе мы знаем не всю функцию w штрих плюс а только ее мнимую часть да вот эту и она там одинаково одинаково сверху и снизу то есть первое пишем мнимая часть w штрих плюс от плюс минус и ноль равняется в минус кси штрих у а действительная часть чему равно оказывается она нечетная это следует из того что w штрих минус вот так w штрих минус дождественной ноль в том числе и на этом разрезе но нечетная значит сверху и снизу она разных знаков при любом x вот в этом диапазоне все все выполнено там аргумент он есть я просто его не написал можете написать x дальше вот этот самый корень вот там плюс и ноль равняется минус корню от минус и ноль то есть вот этот корень равняется минус вот этому корня они разных знаков на верхнем и на нижнем участке разреза и равняется это все минус и на корень из x на а минус x значит в этом диапазоне от 0 до x вот этот корень уже нормальный не минимый эти штуки такие то есть смотрите что получается значит значит вот эта вещь нечетная то есть здесь и здесь разного знака а у w плюс штрих имеется две компоненты одна из них четная вот это одинакового знака а другая нечетная снова разного знака получается следующее что значит нечетная на нечетная дает четное и вычитается получается ноль то есть действительная часть w плюс штрих здесь дает ноль вот в этой вот скобке а мнимая часть из за того что вот эти корни разного знака дает не ноль удваивается поэтому совершенно все поэтому совершенно все равно значит какого какой величины вот это вот действительная часть из за того что в интеграл она в результате не войдет значит получается ответ следующего вида значит минус единица на 2пи корень из z минус а поделить на z интеграл от нуля до а 2 кси штрих у поделить на x минус z корень из x на а минус x dx значит здесь ну мнимая часть даст и вот этот минус и с тем минус и даст вот этот минус плюс вот такой получается результирующая формула для W' плюс по-прежнему очень сложная но оказывается ее можно вычислить опять же с помощью вычетов то есть вот этот интеграл несколько упростить так ну ладно значит нам нужен не сам W плюс штрих а нам нужен вот такой вот гамма тиграл W' на dz была формула что W' равняется W' плюс плюс W' минус правильно значит тоже тождественный ноль получается что сюда можно подставить W' плюс плюс соответственно подставить вот это вот выражение в этот контурный интеграл под контурным интегралом стоит аналитическая функция которая однако содержит какие-то там нехорошие корни и мы не знаем как ее вычислять то есть ну то есть она конечно аналитическая но всю всюду кроме вот этого так сказать места от нуля до А значит мы должны вычислить интеграл от этой функции по контуру давайте возьмем этот контур во первых симметричным в виде окружности во вторых удалим начнем удалять его на бесконечность там на этой бесконечности все таки имеется особая точка значит значит z равное бесконечности особая точка значит гамма можно получить как вычет в этой особой точке то есть 2Pi на вычет в бесконечности в бесконечности умножить на предел при z стремящемся к бесконечности от z умножить на w штрих плюс от z ну здесь при z стремящемся к бесконечности мы получим просто единицу вот значит этот z вот с этим z при стремлении к бесконечности даст минус единицу да правильно z поделить на x минус z когда z очень большой даст минус единицу здесь z не содержится значит 2Pi сократится минус сократится останется останется просто интеграл от нуля до а значит xi штрих от x поделить ни на что не поделить это сократилось да умножить на корень из x а минус x dx а здесь 2у вот и все да на этом к счастью мы достигли окончания всех этих выкладок и получили окончательный ответ для циркуляции вокруг тонкого крыла значит эта циркуляция дается такой формулой 2у у это скорость набегающего потока интеграл вдоль этого по ширине крыла x штрих от x это функция которая задает наклон крыла в каждой точке умножить на корень из x а минус x dx как я уже говорил вот этот корень тут не случайно появился видите очень большую роль играет точка x равная а да то есть наклон x штрих в этой точке так сказать он подчеркивается этим множителем тот самый острый кончик да в точке а а в точке x равной нулю наоборот предполагается что у нас хорошее обтекание поэтому там практически наклон крыла роли не играет да то есть вот это вот гладкий гладкий этот самый вход в крыло оформлен таким образом что это вот формула чаплыгина-жуковского для подъемной силы тонкого крыла конечно же получить эту формулу и не разобрать какой-нибудь пример было бы неправильно поэтому давайте рассмотрим пример самого простого крыла с имеющего постоянный наклон то есть под углом альфа прямое крыло под углом альфа теперь вот такая вот пластина плоская плоская пластина под углом альфа тогда кси штрих просто равняется минус альфа то есть тангенс угла наклона при малом альфе равен самому альфа подставляем сюда интеграл тоже берется получается гамма равняется минус минус из-за того что вот этот минус альфа минус пи умножить на альфа умножить на а и умножить на у то есть это вот подъемная сила плоской пластины причем угол альфа обязательно должен быть малым и это циркуляция значит приходящей ну циркуляция значит подъемная сила в соответствии с формулой Жуковского значит минус и с этим минус и даст просто и гамма это пи альфа а у дальше надо было умножить на ро и еще умножить на у на скорость набегающего потока на пи альфа а и на ро у в квадрате значит это подъемная сила так вот это кстати не подъемная сила первое это я виноват циркуляция вот это подъемная сила плоской пластины что можно сказать про эту подъемную силу значит плоской пластины на единицу длины крыла значит это подъемная сила пропорционально динамическому давлению набегающего потока роу квадрат пропорционально углу наклона пластины альфа пропорционально длине профиля и И приходится на единицу длины, то есть пропорционально площади крыла. То есть пропорционально S крыла, пропорционально α и пропорционально ρ квадрат. Все довольно естественно получается. Но вот эта пропорциональность, как я неоднократно подчеркивал, годится только при малых α. Как только вы сделали большой угол наклона, у вас пойдет срыв потока и ничего, будет уже все не так. Ну осталось у нас немного времени. И давайте качественно попробуем понять, как же летает самолет. Вот он стоит на аэродроме в безветренную погоду. И чему равна циркуляция вокруг его крыла? Наверное, нулю. Набегающего потока нет никакого. Все стационарно. Подъемные силы отсутствуют. Самолет выехал на взлетную полосу и стал разгоняться. Значит, откуда берется подъемная сила вокруг этого крыла? Циркуляция появляется? Она как появляется. У нас есть закон о сохранении циркуляции. ВДЛ равняется константе. Нет, циркуляция – это единая вещь вокруг крыла. Значит... В стационарном состоянии уже не меняется? Как считали, нажимается. Нет, есть теорема Томпсона. Интеграл ВДЛ равняется по жидкому контуру, является константой. Правильно? Значит, вот как не нарушить теорему Томпсона? Сначала этот интеграл по жидкому контуру вокруг крыла был равен нулю. Правильно? Выехал он, побежал по взлетной полосе. Значит, эта вся теорема так она и есть. Ничего с ней не сделаешь. А циркуляцию вокруг крыла нам надо сделать большой, для того, чтобы взлететь. Ну вот на самом деле в начале лекции я вам уже говорил ответ на этот вопрос. Вот этот вот контур жидкий, который был вначале насажен на крыло, когда ветра не было, он там и стоял вокруг крыла. А когда самолет побежал по взлетной полосе, этот контур стал вытягиваться, становиться очень длинным. Вот. Значит, вокруг крыла циркуляция стала возрастать и приближаться вот к этой вот... Из-за того, что с крыла стали от крыла отрываться вихорьки, у которых закрученность в противоположную сторону. Вокруг крыла она в одну сторону, да, вокруг вихорька в другую, поскольку оба этих циркулирующих потока внутри нашего исходного контура по теореме Томпсона, значит, сумма равна нулю, как и раньше. Но там, внутри этого контура, есть два вихорька в разные стороны. Один из них охватывает крыло, а другой с этого крыла соскочил и остался там на аэродроме. Вот. Ну и так вот, на самом деле, крылья делаются таким образом, чтобы эти вихорьки соскакивающие были не очень большими. Потому что иначе самолет будет сильно трясти, будет сильно меняться подъемная сила крыла, когда этот вихрь отскакивает, да. Ну а что дальше-то? Вот, значит, в сумме с крыло и вихрь, который с него соскочил, вокруг них в сумме циркуляция равна нулю, и суммарная подъемная сила равна нулю. Вот. Но нас интересует только самолет. Вот. А на самолет действует сила вверх, а на этот вихрь, который с него соскочил, вниз. Потому что у них в противоположные стороны вращение. В результате соскакивающие вихорьки, значит, вниз прижимаются, а сам самолет идет вверх, постепенно приобретая подъемную силу, за счет того, что вот он, как бы, вот эти вот слетающие вихрьки к земле, да, пускай это. Ну а когда он уже перестал разгоняться, вышел на крейсерскую скорость, ну тогда вот действительно мы приходим вот к этой вот стационарной ситуации, когда уже стекающие вихри достаточно малы и нужны только для того, чтобы компенсировать вот потерю завихренности через кончик крыла, да, то есть вот есть потеря вихряка, он может стекать с конца крыла, да, которые вот мы в этой задаче не рассматривали, то есть по Z он перемещается и, значит, с конца уходит. Чтобы это компенсировать, значит, вот сбоку постоянно срываются маленькие вихрьки, и, значит, самолет летит таким образом. Значит, если вы летали на самолете и смотрели в иллюминатор на крыло, то вы, наверное, заметили, что, значит, там есть, например, ребра такие на этом крыле из тонкого металла, которые, значит, ну они хорошо обтекаются, да, но стоят как бы перпендикулярно плоскости крыла. Ну вот, можете придумать, зачем они там нужны? Вихрьки быстрее стекают, наоборот, есть, медленнее, остываются. Ну да, да. Ну, значит, вот если есть крыло, вид сверху, да, там вот какие-то вот такие вот есть ребра в таком положении, да, вот они предотвращают стекание вихря вот через конец. То есть вот это вот такое косое течение, они тормозят. А, значит, а здесь, на задней кромке крыла, там, значит, чтобы эти все вихрьки были поменьше, тоже имеются разные штучки, вот, на разных самолетах по-разному. Но, одним словом, важно, чтобы, значит, вот это обтекание тоже было оформлено более-менее гладко, чтобы вихрьки были не очень велики. Ну, я уже упоминал о механизации крыла, да, то есть для того, чтобы менять подъемную силу при одной и той же скорости, мы можем менять угол наклона вот в этой вот, в конечной точке. И это как раз очень важно, потому что в соответствии с формулой, значит, множитель при производной в конечной точке очень большой, поэтому задняя кромка существенно меняет подъемную силу, а передняя кромка, значит, меняет допустимые углы атаки, да, то есть на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.